Если вот на эту высоту сейчас обрезать его, он пустит нам дальше новые почки. Давай заново, дубль два. На тебе оса сидит, кстати. На высоту обнаженных ног мы получим, как бы, они там загустятся, если будет хорошо. Я готов. Я тоже. Да, все, начали. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем снимать в саду, который спроектировала Лада Кулыгина. Привет, Лада. Привет. Да, и сегодня я хочу, чтобы ты рассказала про ошибки ухода. Этот сад был спроектирован 6 лет назад, не только спроектирован, но и сделан. Потом ты осуществляла за ним 2 года под твоим присмотром был уход, а потом 4 года здесь кто-то что-то делал, что-то поливал, что-то половал, что-то удобрял. И в итоге возникли какие-то определенные ошибки, которые ты в этот раз обнаружила и поняла, что можешь сказать об этом. Ну да. Ладно, скажи, ну не случайно мы пришли сюда сейчас вот к этому баггерушнику. Я так понимаю, что у тебя есть ряд претензий к уходу за этой живой изгородью. Ну не своевременно сделана стрижка и немножко некорректно. Не оставлен угол в изгороде. Не оставлен угол, ты имеешь в виду, что нужно стричь немножечко под наклоном, как елочка, да? Да, да, да. Пирамидкой сверху вниз. Да, да. Это делается с какой целью? Чтобы равномерно освещались все побеги и не оголяется. И тогда мы не имеем голых ножек. Да. Про плешин, то есть живоизгородцем будет выглядеть, как выглядеть изгородь из туи. Да, совершенно верно. От земли до высоты и абсолютно равномерно зеленая. Да, и скорее всего это сделали просто поздно. То есть когда отросли уже побеги целиком, тогда ее подстрикли. Ну скажи, а когда это нужно делать? Когда и сколько раз? Боярышник два раза в сезон желательно стричь, для того, чтобы он сохранял плотность свою. Вот, и, ну, наполненность. И пускал новые побеги. Когда? Два раза. Первый раз мы его стрижем, как только у него отрастает. Ну, первые побеги начали отрастать, отросли там сантиметров 20, допустим. Вот, желательно выровнять эту стенку. Июнь, я так понимаю. Ну, да, наверное, в июне. И второй раз это уже в конце, где-нибудь в августе. И тогда он будет? И тогда он будет ровный, плотный и шикарный изгородь. Вот. Здесь, видимо, осуществляется, что вот он вырос, его резанули и поэтому как бы... Возникло, да, он немножечко такой рыхлый и с голыми ножками. Да, и с голыми ногами, да. Это можно исправить, в принципе, сейчас, вот, если его опустить, вот, высоту срезать на высоту обнаженных ног. А сейчас мы посмотрим на другие ошибки ухода, которые допустил местный садовник. Лада, я так понимаю, что это вообще ошибка, которую ненавидят все на штатные дизайнеры, когда сажается что-то в газон, даже деревья в газоне. Да, это бесячная штука. Я даже не знаю, чем руководствуются люди, потому что садовникам было сказано неоднократно, что нужно обязательно держать открытый приствольный круг, чтобы маленькие растения имели возможность как-то набраться сил. Вот, потому что взрослому растению тоже худо, конечно, от рулонного газона. Но этим малышам практически нет возможности выжить, мне кажется, так. Вот так даже, да? То есть это серьезная ошибка? Серьезная, да. Вот за 6 лет вот эти вишни просто мучаются и мучаются. Хотя я периодически приезжаю и прошу это сделать, и иногда даже делать. Сколько должен быть приствольный круг? Ну, вообще по... По ГОСТу. Крона. Я не знаю, по ГОСТу, но по... Ну, минимальный. Крона растения. А, так это достаточно. Это достаточно. Это лучше вообще не сажать там ничего, никогда. А, то есть, ну, а чем-то вообще можно его как-то декорировать? Опять же, такие истории про голую землю. Это либо мульча, опять же, так мы спросим. Во-первых, можно мульчой. Во-вторых, я очень люблю использовать в садах сейчас, вот в качестве почвопокровного, землянику лесную. А, то есть газон нельзя, землянику можно? Землянику можно. Ну, газон, он, у него плотная дермина, он много забирает. Мы его кощем, он забирает питательные вещества практически. Землянику, чтобы выпустила она эти листочки, как бы, и все. И она плодоносит весь сезон. То есть классно, красиво и аккуратно смотрится. Отлично. Да, я думаю, что этот совет пригодится нашим зрителям. Надеюсь, не будете совершать этих ошибок. Не будьте такие, как и мой садовник. Не будьте такие плохие. Ладно, я понимаю, тебя здесь смущает пустое место. Что-то здесь пропало и что-то куда-то переехало. Ну да, да. Судя по всему, здесь, по-моему, здесь как раз было это дерево должно было быть. Вот это вот, да, вишня? Вишня, да. И вишня, вероятно, здесь умерла? Ну, похоже на то, да. И теперь они мешают друг другу. Вот этой розочки. Ну, в принципе, да. Они не очень, может быть, мешают. Но собирать вишни, например, и прочее, это как-то не очень. Ну и у нас образовалась дыра. То есть хороший садовник должен следить и исправлять всякие... Ну, то есть, если здесь спроектирована вишня, то надо сажать ее здесь, а не в полутора метрах в другом месте. Ну, да. Все-таки, да, делать же определенный план, где эти растения расставляются. То есть садовник должен следовать плану. Ну, по крайней мере, обдуманно это делать. Да, да. Если он что-то сажает, то понимать, что он делает. Ладно, ну, еще хочу спросить по поводу сидиратов. Вот здесь такое все-таки история с сидиратами. Обычно сажают, как правило, в огород. У тебя они посажены в цветник. Ну, здесь была печальная история по поводу того, что не ухаживали за садом два года вообще никак. И он зарос и немножко дичал. Вот. И предыдущий садовник не досмотрел и не выпал вовремя пырей, который за эти два года уничтожил посадки ирисов большие здесь, которые были. Вот это тоже очень плохо и печально. То есть сорняки, они не просто угнетают культурные растения, а могут вообще их угнетать настолько, что они просто пропадут? Погибают, да, да, да. Мы все весной перебирали все куртины ирисов, выпутывали все эти корневища, чтобы как-то сохранить это и восстановить. Пришлось их поделить на мелкие кусочки, чтобы спасти. К тому же, например, если вот ушли и разросли сильно кусты и одни, то можно взять эту гвоздику и просто пересадить ее на передний план. Это делается легко и непринужденно. То есть гвоздика здесь была запроектирована как пущевопокровник просто, да? А потом выросла спирея, и в принципе функцию, которую несла гвоздика, она исполнила, и гвоздику можно было... Двинусь просто сюда, да, где освободилось место там какое-то. Ну, то есть должен быть еще такой вот глаз, чтобы видеть. Да, да-да-да. Ну, менять не станет. Растение имеет свойство расти, да. Да, кто-то плохо растет, кто-то хорошо растет и разрастается, и поэтому его можно сдвинуть. Ну, то есть, сад все время живет же своей жизнью. Поэтому... Ну, здесь, несмотря, кстати, на то, что вот он был заброшен, он как-то все-таки сохранил свою структуру, и меня это радует. Да, мне тоже, кстати, вот это совершенно удивительно. Ты тут все ругаешься, то не то, все не то. Если бы у меня вот так вот выглядел сад, я бы уже давно успокоился, сидел бы и попивал чаек. Отлично, да. Вот, потому что мне кажется, что все прекрасно. Да, здесь попиваешь чаек регулярно. И придираешься. Да, а седираты мы посадили, чтобы вот восстановить немножко структуру почты, перекопать это все, и потом подсеять. А заказчику ему очень понравилось поля, когда он ехал из Литвы с ромашками и васильками, и он хочет это вот сделать. Ну, вот это новая история с лугами. С этими с лугами, где мы изучали технологию лугов. Я хочу здесь ее попробовать. Прекрасно. Я надеюсь, что ты пригласишь нас в гости. Я всегда хотел посмотреть, как осваиваются вот эти вот технологии лугов. Да, да, да. Ну, тут как раз места достаточно для того, чтобы попробовать это. Ну, и вот, да, еще, наверное, надо сделать акцент на той ошибке, что везде, где у нас пустая земля не была замульчирована... Сразу что-нибудь вырастает. Сразу что-нибудь вырастает. В ассортименте. В ассортименте. Да. То есть, в принципе, вот эта вот тенденция смульча, она хорошая и нужная, да? И малоуходная, да. Да, и это громадная вещь. Ее нужно вовремя подсыпать. Ну, не так много. Если ты изначально правильно засыпал правильное количество мульчи, сантиметров 6... 6. 6, ребята, не просто подсолить вот так вот. Нет, нет, 6. То тогда все хорошо. И ее обновлять нужно будет года через два. Я вас уверяю, не раньше. То есть, ну, говорящий про мульчу, мы подразумеваем древесную мульчу. Сосновую. Я использую сосновую. Сосновую мульчу. Потому что многие считают, что, например, можно гравием замульчировать, отсевом замульчировать. Ну, я использовала в одном саду мульчирование гравия, мне это очень не понравилось. Во-первых, это все равно прорастает, и это потом мерзко полоть, и это очень неудобно. Не знаю. То есть, вот сосновая кора... Да. Для нашего региона... Практичнее даже, да? Практичнее и красиво, и никому не мешает. Эстетичнее и практичнее. Да, у меня даже лаванда с корой замульчирована мелкой. И она себя отлично чувствует, кстати. Спасибо тебе за рассказ. Спасибо за внимание. Смотрите наш канал. А вы приходите к нам еще в гости. С наслаждением. До свидания. Пока. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok